В книжке, там еще более детализированно это идет, в чем суть, я вам подчеркиваю, важно и теорию, практика среди технических целей, потому что и то, и то важно, потому что когда мы работаем, но не понимая, для чего мы делаем, как методы, как столбы связаны с движением, мы никуда не движемся, мы должны понять, что мы делаем, и практиковать. И вот во второй книге, «Сердце, открытое солнце», там вот эту цепочку, прямо центральную, запомните, я как раз описал, это, кстати, мне помогало кинцеревочкам, которые в Бабуа есть. Смысл в чем, что, чтобы быть эффективными, чтобы вернуть свое вестиство, которое я говорил ранее, мы должны для начала отпустить мышцы, расслабить нашему напряжению. А мышцы связаны, как вы понимаете, с нашим умом, это как телесно-ориентированная психология, психотерапия. Вы о чем-то напряглись, подумали, тело тоже напряглось, о чем-то хорошем подобном, тело расслабилось. Но мы еще идем дальше, это вот на первом этапе можно с этим поработать, вы успокаиваете ум, тело расслабляется, вы чувствуете удовольствие, хайф. Но если мы пойдем еще глубже, вот в Китае, да не только это, по-моему, универсально, конечно, это называется сердце, сердце, это некоторое следоточие души. И пока вы не зайдете на эту глубину, то все будет все равно не то. Я по-простому объясню. Вот вы научились здесь расслабляться, все, и ум успокаивали, медитация, все, но сердце у вас неспокойно, оно тянет куда-то в пятницу там. Бару, еще чего-то. И все равно будете навигляться, драться, что-то делать. Поэтому, чтобы окончательно правильно максимально обслабиться, нужно добраться до сердца и понять, откуда вообще все ваши поступки движутся, что вы есть на самом деле, почему ваши истинности, ну и вирусные. Вот это самое глубокое. Если вы эту цепочку до сердца проведете и там разберетесь, ну это высший пилотаж. Ну, сразу тоже туда не добраться. Надо все-таки вот идти сначала с телом, с тружкой, с пилотажем, с умом, потому что пока здесь не разберетесь, не доберетесь. Все это поэтапно. Но в то же время, зная, куда мы движемся, мы движемся на правильном направлении. Если мы это не понимаем и только расслабляемся, что нам нужно расслабиться с обратилами, чтобы победить на соревнованиях, это один уровень. Если вы пошли дальше туда, и ваше целеполагание выходит за пределы единоборств, за пределы здоровья, это все побочные фермы, тогда вы добраетесь на сердце. А сердце – это середина нашего тела. Вот прямо иероглиф во второй книге, она в электронном, у кого нет, я готов сгибать бесплатно вам, бумажным еще остались. Там прямо разбираются вот эти иероглифы по частям, как есть хорошие переводчики, мы тут все расслабим. И там еще красивый такой термин «и» и «цлань». Это можно красиво перевести как «язык сердца», «музыка сердца». Это то, что из души идет, понимаете? То, что мы говорим, а мы давали то, что души. Таким образом мы в «цлань» выходим за пределы боевого искусства, за пределы здоровья. И касаемся очень интересных цен, вообще себя как человека. Кто мы, что мы, как мы можем сделать. И это бесконечно. Да. Вот мне лично вот этот простор увлекает, что мы можем двигаться. Я единоборствами так занимался, уже накушался, давали всем. Мне интересно вот эта сторона. Но попутно они совершенно игнорируют других. Мы постоянно местируем. А есть это силуэт или только в голове так думают? Поэтому мы провели это. Есть то, что шоу. Но это можно, вот эти толкающие руки, сделать не так, современно. Я со старшим покажу, посмотрим, как выглядит. А как продолжение вот этой работы с собой, с сердцем. Потому что ты когда хочешь победить, да, зал такой, это одно. А когда вы находите возможность взаимодействовать друг с другом, и поэтому я не люблю слова противника или партнера. Мы с Константином партнеры. В рекламе какой-то, да. Поэтому мы будем делать, помогать друг другу, а не пытаться. Кстати, у Кости такое, когда мы начинали работу с тронуровки, у меня тоже такой характер. Да, такое отдать, как называется, боксер. Но вдруг я его тут же отдавать. Вот это развито. Тоже, когда я в Китае шоу делал, постоянно я там боролся, доказывал, что там, на меня же китайцы приходили, и потыкались вот это белое человек пощупать, что он там есть на самом деле. Я приходил, такой усталый, так себе записывал, одного победил, здорово, там, там, вот, ну, я еще надо. Вот на этом уровне. А потом я начал уже в тонкости вникать, и начал подбирать себе, стараться больше партнеров, как это слово, джентльмены. На самом сайте, у меня описание, вы видите, есть, надо немножко не звучит. И мы помогали друг другу, ну, так и себе, я бы такой, о-о-о, и мы получили наоборот. Мы периодически подходили в субигоны, я с ними тоже работал, но по возможности оставался уже как-то уходить. И потом, вот, в третьей книжке есть, я попросил, я вам сказать, вот, я еду, это в 19-й году, у меня звучали, осторожные, тяжелые, но, когда мне не было. Я вам, что скажите, как по китайски сказать, что давай с тобой, ну, делать нормально, по-человечески, я мне там написал фразу, вот, и чтобы это было. Ну, с другой стороны, он говорит, да, это правильно, хорошо, когда есть хороший партнер, и с ним можно работать вот эти все детали. Но, с другой стороны, ты должен уметь вот это качество, который развил, на любом, на грубой силе, здоровый человеку, она ее не сможет, я не буду, но здесь тоже вот это все можно, понимаете? А когда слабее тебе человек, ты не должен, ну, можешь пару раз, а потом поучи, покажи, поделись, а не показывай превосходство, такое есть. Это уже работа с характером, друзья, это работа со своим, ну, составляет, как человеческими качествами, она все проявляется парной работой. Помнишь, как Юджу пришел? Да. Он же пришел, кюкушин, черный пояс, два метра ростом, килограммов сто двадцать пять весов, и когда вот этот одноцелемный толчок, когда он отлетел на стену, он прям просветление сломил в этом. И, ну, для Аулаши, он тоже, в чем особенность, когда для тренеров рассказываю, вам тоже скажу, что меня тоже зацепило. Я пришел, меня интересовало вот это, моё искусство, которое с виду мягкое, мягкое движение, оно реально или нет, есть ли или нет. Я когда приехал, я вот там, и все базовые вещи поделали, а потом у него становится со мной в пару, и показывает, я чувствую, я не могу с этой силой что делать, я черный пояс, и сколько занимался, я хочу такую силу, и такие необычные способы. И он это делает сразу с начинающим. Вот начинающие пришли, они поделали базовые вещи, а потом становится в пару и показывают. Поэтому, всем, кто захочет, я там во второй день, или первый, покажу, что это есть, потолкаюсь, потолкаюсь, пока не поймешь, как это взрывается. Ну, не работает. Я тоже подхожу, и толкнуть меня не получается. Я толкаю, там другая сила, прям в глаза такие открывается. И это не только субъективное, но на уровне чемпионов мира по карате тоже наблюдать за этим. Ну да, в этом что-то есть. То есть они это бежут. Я как-то критически отношусь к этому, что не только это мои ощущения, но со стороны авторитетных для меня люди, они говорят, ну да, эти методы, они все разъезжают. У меня такое небольшое отвлечение, а мы начали с того, что начали вот это вот раскочевать. Ну вы помните всегда, что это не самоцеление, не упаковать усилия, а что мы продолжаем работать. К этому не надо гнаться, иначе мы его число потеряем. Здесь, здесь, потихонечку, потихонечку, потихонечку. Мы начали разбираться со временем, широко, что, ну мы начали с длинного движения, потому что у меня федро не выходило. Можно, можно. Соответственно, потом, когда у тебя вся аппликуда прокачана, потом ты ее уже начинаешь руковать. Да. Единственное, что я с роботом здесь бедро не очень широко исправится. Но здесь более компактный, не так широко. Самоцеление, да. Ну вот эти вещи, они, чем еще интересен птицуан, что в нем нет форн, длинный проген. Я сколько убеждал, что я сам, я приезжал в 2005 году, я чень изучал, ян, и, как правило, вот всем лообаям приезжают, они больше на времени на изучение форн. Выучил красиво, по музыке можно сделать. А до газы времени уже не хватает. До смуты. А муциаль сразу начинает с базы. А формы, они простые. Одно движение какое-то. А потом, из этих движениях мы уже делаем импровизацию. Сегодня такое настроение свободно, да, свободно. Свободно, интроизирующая, это ужасно. Это очень интересно, потому что поддерживание, изучение формы, оно три глупусины. Какой-то ремень дел, за год, или уже расстроился. Когда одно время, вот, как и пушина, у меня 20 ката надо сдать, тогда еще обещали, поместили, 68 ката, я постоянно хотел, записью, чтобы не задумывался. И какое там качество, там где-то. А еще, я знал, с оружием, еще тридцать, я приезжал, это, в Питере была, олимпиады по искусству, проводились, в 2008, 2009, и, я там выступал, где-то, в 9-ти номинациях, и по тайзи, и по карате, и с оружием. Короче, я удовольствовал свою чеславие, я был как овчарка, у меня эти медали, не спорты. Мне захотелось здесь рекорд Олимпиады, потому что я там кластрил столько медалей, а я столько успел. Но к этому времени они не перестали рассчитывать вот эти медали, и ладно, я утром разборился в Чеславе, овчарка с медалями, и дальше уже, ну так, если у вас не было в соревнованиях, это для федерации, то, что надо. Но смысл в том, что, я к тому веду, что лаконичность и ситуация дает возможность влюбляться. Мы как бы вот сюда уперли сюда, и мы прорывались, а потом отсюда можем шире, универсально какой-то федерации. А когда с широкой забудешь вот такой, о, все растеряется, и ты уперся, ты вот досюда зашел, и все, дальше нарушилась. А нам нужен такой танковый оборуженный танк, и все, и в этом все. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok